Всем привет! Сегодня хотел рассказать по ситуации с таможенными. Походу, то ли недавно что-то там они ввели. Не знаю, что случилось, хотя я посмотрел, в законодательстве никаких изменений в плане таможенных. Нюансов никаких не было. Но компоненты квадрокоптера, они в принципе и так-то нелегальны для ВОЗа. Там много нюансов, проем передающего устройства. В общем, там я ссылочку дам на это все дело. Почитайте. Чтобы понять, чтобы вообще все по-честному, нормально вести. Но суть такая, что уже несколько лет заказываю всякие комплектующие, проблем никогда не было с таможней. А здесь у меня развернули три посылки. Но потом, как выяснилось, на самом деле одна посылка. Но это я дальше расскажу. И такие ситуации не только у меня, у многих за последнюю неделю это все произошло. И у людей таможня разворачивала посылки. Вот особенно тот же момент, именно то, что разворачивала. То есть раньше у меня были ситуации с другими просто товарами. Пару раз возникали с таможней. И самое чухеровое, то есть транспортная компания, у меня по треку, если ее смотреть, это была транспортная компания DPD, то трек просто замерз на таможне. То есть было написано, что идет таможенное оформление и held by customs. И все, и на этом конец. То есть ни вперед, ни назад. Пытался звонить с транспортной компанией DPD. Транспортная компания мне сказала, что таможня им товар не отдает. Кое-как там дозвонился до таможни. Таможня мне сказала, что транспортная компания сама товар не забирает. Вот в итоге так и получилось, что посылка осталась на таможне. И я остался без посылки. На Алиэкспрессе вначале мне не хотели возвращать деньги. Было потому, что на открыт диспорт, что я товар не получил. Потом мне написали, что вы типа еще подождите, в общем. У вас там срок защиты покупателя еще там в несколько дней. Давайте типа посмотрим. В итоге срок защиты покупателя был завершен. Я повторно открыл спор. Ну и в итоге спор как бы в мою пользу выиграл. Но многие говорят, что при такой ситуации часто бывает, что спор заканчивается в сторону продавца, а не покупателя. Есть подозрение такое, что у меня стоит статус Diamond Member. То есть у меня оборот большой по заказам. И скорее всего это все-таки влияет. Потому что я могу и с техподдержкой общаться живой, а не с ботами. Как некоторые говорят, до техподдержки достучаться. Там вообще-то столько квестов надо пройти. Ну не знаю, у меня проблем как бы с этим нет. Но опять же я этим и не злоупотребляю. То есть по всякой фигне просто так не пишу. Так вот, что с этой ситуацией-то было? Заказал я... А, у меня в общем шло радиомодуль. Приемник R81 для радиомастера. GPS модуль BITAN 220 или 280. И еще шел этот, сейчас скажу, видеопередатчик. АКК второй, по-моему, Ultimat. Вот. Все было заказано отдельными. В общем, там по дате, наверное, плюс-минус может день. Там может даже в один день. Я сейчас точно не понимаю. Ну, в общем, суть в том, что я заказал это в разных магазинах. То есть у разных продавцов. Но, как часто сейчас в последнее время бывает, Алиэкспресс стал объединять посылки. Ну, видите ли, для удобства. Что самое интересное, в одной, по-моему, посылке была платная доставка, в другой платная. Но если вы объединяете, значит, вы как бы убираете. По идее-то с одной это платно, если все в одном пакете идет. Мелочь вот эта. Ну, нет. Вы оплачиваете по полной, а там уже местный сортировочный центр на территории Китая сам решает, Отправлять вам это все по отдельности, либо это все можно упаковать в одну. В итоге это все было упаковано в одну посылку. Ну, и логично, что если у вас в этой посылке есть какой-то товар, Который может как-то не пройти таможню, То у вас не пройдет вся посылка. То есть таможенники не будут там распаковывать вам там посылку, И типа, там, как вот у меня, два, допустим, отправить, а один не отправить. Нет, идет назад все. В итоге, в чем фигово, вот это вот объединение посылок, То, что некоторые, получается, продавцы попадают. Не факт, что сейчас еще и товар, ну, по идее, должен дойти. Ну, всякое бывает. Но, опять же, продавец один там отправил товар, там все нормально, Может, там и сертификаты, и документы с ним были, не знаю, там, что он клал. Или там спецификации все это обозначил. То есть товар разрешен для ввоза, никаких проблем не должно быть. Но вот из-за этого одного поганого товара, получается, посылку развернули назад. Ну, и этот статус у меня появился как раз где-то, наверное... Ну, и после того, как я увидел, что у меня held by customs, То есть остановлен таможней, Я начал, написал в суппорт Алиэкспресса, Мне не ответили, что, типа, у вас есть два варианта. Это попросить продавца повторно отправить вам товар, Либо вы, типа, должны открыть диспут и спорить, что, типа, таможкой там товар приостановлен, Вы должны предоставить документы с таможни. Я говорю, ну как я предоставлю, если, допустим, у меня таможня проходила там в Москве, То есть, что, мне в Москву что ехать за бумажкой? Ну, сами понимаете, нашу бюрохератию, что никто вам по электронке... Электронке тут, блин, дозвониться почти нереально. Я ей в прошлый раз даже письмо писал, когда вот эти... По-моему, я заказывал кормушки для Куэрма. Я даже на них письмо написал с претензией, что вот я там купил вес посылки, Потом там неправильный вес получился какой-то. Они за место одной посылки сделали почему-то шесть, Хотя у транспортной компании видно, что в таможню попала одна посылка. То есть... А, нет, они разбили на две посылки. В общем, одна весила там два килограмма, другая, по-моему, что-то кило двести. А у таможки получилось вообще там, типа, одна посылка, там, одна кормушка весит полтора килограмма, Другая посылка, там, типа, там, пять кормушек весит, там, чуть ли не двести грамм. Ну, в общем, какой-то такой бардак просто был. И я на все это дело каждый трек написал, то есть, приложил документы с банка, выписку, там, что-то еще, не помню. Написал письмо на эту электронную почту, которую мне дали. И в итоге мне оттуда пришел ответ, что, типа, эта электронная почта всего лишь автоматическая, То есть, никто у вас это все не читает, поэтому, типа, там, куда-то пишите обращение. Думаю, офигеть, то есть, все, что я вот это вот накатывал, то есть, это все просто, как говорится, по одному месту пошло. То есть, по факту я должен зайти на сайт этой таможенной вот этой фигни, в общем, и, не знаю, там, какое-то письменное обращение за каждым письмом писать. То есть, ждать, пока это идет, там, срок, наверное, рассмотрение, там, минимум недели, а то и месяц. Ну, в общем, как говорится, нахер мне вот это все надо. Понимаю, это дело, что если бы товар стоил, там, 200-300 баксов, какой-то там телефон, может, они у меня так зажопили. И то я попытался, конечно, разобраться все-таки больше с торговой площадкой. Вот тоже ситуация, сами подумайте. Вроде, как бы, продавец правильно, да, все сделал. То есть, он там продал товар, Алиэкспресс, это их недоставка, соответственно, они забрали у продавца этот товар, с него эту комиссию сняли, какую-то там, по-моему, до 10% вроде от стоимости продавец платит. Ну, он, точнее, закладывает это в цену. Вот, и Алиэкспресс это отправка. То есть, это все на ответственности Алиэкспресса. И получается ситуация такая интересная. Я, как честный покупатель, все купил. Товар, если продавец продает его в Россию, значит, он, как бы, разрешен для ВОЗа. То есть, в данном случае, по идее, это ответственность продавца. Если транспортная компания взяла товар и повезла, по идее, тоже все должно быть нормально. В общем, как говорится, непонятно, кто здесь крайний. Вот, и часто бывает, что Алиэкспресс считает крайним покупателем. Но это в том случае, я думаю, если у вас там всего 2-3 заказа по 10 долларов, вы тут заказываете какую-нибудь фигню на 200-300 баксов и по ней начинаете там спор открывать. Скорее всего, конечно, возможно, вас заблокируют аккаунт. Потому что такие случаи были, народ об этом пишет. Ну, лично я как бы не сталкивался, потому что у меня всегда обычно Diamond Memory, у меня оборот идет там около, по-моему, ну, не меньше 2000 долларов в год, это точно мне выходит. Поэтому всегда в основном этот статус висит. И какие-то там дополнительные, наверное, купоны, акции дают. Так вот, еще, кстати, тоже неприятно, что у вас когда так посылка замораживается, если вы что-то покупали, используя какой-то купон, ну, логично, вам купон не вернут. Тоже вот неприятная ситуация. То есть, если ты повторно заказываешь. Ну, и в итоге эти мне предложили. Или у продавца просите повторно, чтобы он вам отправил. И мы, типа, со своей стороны им официально письмо напишем, что рекомендации, чтобы они, как бы, вам посодействовали. Ну, хорошо. Пишут продавшу, так и так. В общем, типа, я вообще все ништяк, как бы, статус у тебя поменялся на треке, что товар от тебя возвращается. Давай мне посылку, в общем, еще одну посылай. Он говорит, а я не могу. Ну, то есть, хотите, еще раз, типа, ордер оформляйте и все. Даже не предлагает, там, давай ты, там, спор откроешь, я тебе сразу его подтвержду. И ты повторно еще у меня закажешь, я тебе сразу все вышлю, все будет хорошо. Нет, он просто говорит, давай, типа, еще раз заказывай. Думаю, вот вы офигевшие. И у всех трех продавцов аналогичная ситуация. По-моему, один там вообще что-то протупил. Начал мне, там, ой, мы сожалеем, все такое. Просто вот так, ну, сожалеем. Ну, фигово, да, чувак, извини, но бывает. Никаких, там, даже, написаний, что давай, там, мы тебе, там, то-то сделаем, то-то. То есть, у них такое ощущение, что у продавцов вообще нету даже никаких, там, мыслей, как это все устранять. Ну, такое ощущение на самотек, знаете, глядишь, забудешь ты, там, и все, автоматом заказ, типа, подтверждение получат на Алиэкспресс, и все, они деньги получат за твою посылочку, типа, все, хорошо. Так еще ищем назад, сейчас придет, вообще отлично. Ну, в итоге я сидел, репучизал, думал, что делать. Ну, в итоге думаю, ну, ладно, что там. По-моему, это GPS модуль, вообще какие-то копейки стоит, там, 10, что ли, 7 долларов. Попробую, глядя, спор открываю. Ну, в общем, на ночь глядя, нажимаю Open Dispute, выбираю. А, и там, интересно, выбор такой есть. Либо проблема логистики, сейчас я вам покажу. И там, типа, выбираешь, там, товар был возвращен продавцу транспортной компании, или там что-то еще. Или там, типа, Customs Problems, ну, то есть, проблема с таможней. И там есть, типа, задержанная таможня. Но нет такого, что задержанная таможня, или там, возвращена таможня, там, такого нет. А возврат транспортный, ну, блин, вроде это как не транспортный. Там пишут, что возвращена таможня, в общем. Ну, и я так думаю, что выбрать. Ну, больше подходит, конечно, что возвращено. Оно уже не задержанно, то есть, уже Health by Customs эта херня прошла. Выбираю, соответственно, что логистик проблем. Ну, и пишу, что товар был, типа, назад, Return by Customs, в общем. Ну, и все. И мне прям буквально в течение, там, пяти секунд тринк что-то такое, уведомление какое-то на телефоне. Я так, бах, захожу в этот в Алиэкспресс. А там уже, типа, спор решен, причем как-то интересно так написано, что judgment, деталь. Ну, типа, там, судебное решение по спору. Оно изменено, типа, Алиэкспрессом. И что-то там я открываю, ничего там не изменено. Там просто тот же самый вот этот, что я выбрал. Там транспортная компания возвращена. Написано валит, все зелененькое. Типа, вам это все, возврат средств. Типа, диспут закрыт. То есть, моментально. Никаких, там, вот этих боданий с продавцом недельными. Там, когда, там, начинаешь ему писать, что чувак, все, там, посылка не получил. Там, или не туда ушла. Бывало такое. Не на тот трек отправили. Там, смотришь, адрес какой-то, вообще, там, не знаю, там, чуть ли не Владивосток какой-то, вообще, непонятно кто там. Ну, вот, причем еще и вручение продавец пишет, все, ништяк вы получили. Ему говорят, что, что, адрес-то не тот. Ну, нет, типа, все нормально. И начинается, там, типа, давай, типа, подожди еще, мы тебе еще что-нибудь отошлем, там. Ну, в общем, это капец какой-то. С некоторыми продавцами так ощущение, как, либо они с дебилами какие-то там реально сидят, ну, либо они так просто красиво под дурака косят. Ну, второй вариант, мне как-то больше к нему, как бы, склоняюсь, что такие продаваны хитрые просто китайцы. Еще больше всего напрягает, что у китайцев нет такого понятия, как держаться за покупателя. Ну, ты у нас, например, там на рынок на тот же придешь, там, тебе пытаются впарить, обработать, и там на уши приседают. Купи ты это, купи, мы тебе скидочку дадим, там, хоть на самом деле, может, и скидки-то никакой нет, там, какой-то товар, который не шел, он тебе просто спихивает. И ты такой, и ты доволен, что вроде со скидкой купил, и продавец, конечно, тоже рад, потому что он избавился от неликвида какого-то. И все как бы хорошо, и ты еще раз из-за этого придешь к нему. И продавец в повторном, когда тебя увидит, он, о, типа, постоянный клиент, там, у них такого вообще как будто нет. Сколько было? Покупаешь один и тот же товар у продавца постоянно, ну, допустим, и тут что-то у него там ценник чуть-чуть вырос. И ты смотришь, у другого продавца дешевле. Те же самые условия доставки, все то же самое. Мне-то, по идее, как бы, пофигу, с одной стороны, где покупать. Где дешевле, там, куплю. В итоге, пишу этому продавцу, давай мне, там, дисконт какой-то. Он такой, нет, давай, там, типа, один процент тебе скидка, там, два процента, там, ну, допустим, стоит, там, какая-то вещь, которую я покупаю, там, 50 баксов, он мне дает один доллар скидки. Ну, это просто смешно. Я им пишу, а, ну, скриншот делаю с той ветки, с того заказа, ему кидаю, вот, смотри, типа, вот товар у другого продавца. Мне таких пять штук надо, я сейчас у него куплю. Или ты давай мне скидку делай. То есть, даже если ты ту же цену сделаешь, я, конечно, у тебя куплю, но вроде как у тебя постоянно покупаю. Вот, так что, нет, в принципе, все равно. Он говорит, нет, давай я тебе два доллара скидку дам. Ну, ты понимаешь, что все это разговор бесполезный. В итоге заказывают, что у продавца, так это тебе еще потом будет неделю-две писать, что, дорогой друг, у нас тут новые предложения в магазине. То есть, все. То есть, у них нет никакой, как будто, цели зацепиться за клиента. Так что, вот такая ситуация. Ну, по поводу таможни у многих, радиопаратуры, по-моему, радиомастер, кто-то писал, развернули тоже там, на таможне пришло назад. Там все какое-то законом, а сейчас они, в общем, сделали так, что, по идее, любая комплектующая к дрону, в общем, они должны быть сертифицированы. Кто-то даже, вот сейчас не помню, где это, смотрел какой-то стрим чей-то, даже, возможно, у Юлианы это было, у кого-то задержали моторчики. То есть, у чувака именно только были в посылке моторчики для крокоптера, ни хрена больше ничего. Ну, написано, скорее всего, был там что-то дрон-компонент, наверное, может быть, так, на посылке. То есть, я не знаю, какой инвойс там был. Ну, очень похоже, что именно из-за этого таможенники взяли и вот эту всю комплектуху, в общем, привязали, вот, там, какие-то у них там номера есть, в общем, обозначения, вот, типа вот этих вот товаров. Вот. То есть, раньше, почему нельзя было квадрики возить? У них же камеры, типа того, а камеры это для, типа, скриптного, может быть, наблюдения там использованы, и, получается, товар уже может использоваться вот так вот. Типа, так как камера не является функционалом полноценного дрона, то есть, он не летает, как бы, по камере, то есть, камера, она там, то есть, если ее убрать, типа, он все равно будет летать. То есть, вы сможете им управлять, ну, там, не знаю, по телеметрии, что ли, ты летаешь только, по приборам, блин, смотря на аппаратуру, ну, фиг его знает. Ну, в общем, они считают, что камера там, типа, как бы не нужна. И поэтому товар, типа, а уже с камерой все, это идет для всякого скрытого наблюдения, и товар попадает уже под целый геморрой там, в общем, то есть, другой у него код становится. Ну, вроде как, через суд кто-то там пытался судиться, но одно дело, там, какой-то вы Mavic заказываете, другое дело, вы там заказываете какой-нибудь дрон, не знаю, там, за 3000 рублей. Ну, ты же судиться не будешь из-за него. Поэтому с таможкой такая фигня. А это не значит, конечно, что все, там, ребята, отказываются от Алиэкспресса, или если вы там мало заказываете, значит, вам надо, не стоит покупать на Алиэкспрессе, идите на Banggood. Кстати, с Banggood вообще интересная ситуация. У них там, по-моему, даже доходит до того, что там есть, я, кстати, сейчас ничего там не заказываю, вот в комментариях, может, поправите. Кто-то говорил, что там есть защита, типа, от растаможки, вот этой, как бы. То есть ты платишь вот какую-то там дополнительную мзду, в общем, при оплате товара, какую-то там галочку ставишь. И после оплаты у тебя, если товар задержится в таможне, то есть тебе сразу без проблем площадка возвращает деньги. По мне, так это вообще хрень какая-то. Ну, вы либо товар должен дойти, либо он не должен дойти. А это какая-то полуконтрабанда, получается, непонятная. Типа ты как страхуешь риск, что таможень затормозит. Ну, в общем, фигня по мне. Ну, и по поводу цен на Banggood, бывает у них, конечно, распродажа, какие-то акции там. Вот сейчас, по-моему, у них там дешевая идет эта аппаратура, аналог радиомастера, как она там, от этого, от E-China, в общем. Не помню, как она называется, она тоже там что-то 16S, там, TX-16S. Только E-China, по-моему, TX-16XX. Ну, по факту, это прям копия радиомастера. Внутри плата такая же, провода такие, то есть видел разборку, то есть все один в один. Единственное, только кнопки, по-моему, там, а, да, кнопки на вот эти 6 кнопок выбора режимов полетов, которые там стоят, вот эти птички такие сверху там, а вот эти кругленькими, наверное, такими ровненькими кнопочками прям над экраном сделаны. Ну, намного удобнее. То есть, в целом, если бы я сейчас аппаратуру покупал, я бы лучше, конечно, взял чайный, потому что на халах, на этих стиках радиомастер сейчас стоит, по-моему, ну, что-то 189, по-моему, долларов его цена уже нормальная такая везде там. На Алиэкспрессе, ну, на Бангуде он по 200 почему-то стоит, не знаю, в чем связано, почему там на 10 баксов дороже, ну, как-то так. А вот и чайновский, вот ништяк прям, хороший подгон такой, и в наличии у них есть. Потому что я вначале вообще хотел джампер заказать, ну, ладно, это, в общем, история следующего видео, я вам расскажу, как я покупал аппаратуру. Это вообще тоже там целый квест был здоровенный, многоходовочка такая. Так что все, спасибо за внимание, всем пока.